Иван Лох, международная марксистская тенденция. Каждого из нас ожидает старость, ожидает утрата трудоспособности, неспособность работать. Да, сейчас нам кажется, что мы будем работать вечно, и у нас хватит сил, но это не так. А бороться надо тогда, когда силы есть. Тогда, когда ты можешь выйти на демонстрацию, на митинг, организовать даже, может быть, забастовку. Пока ты можешь бороться, надо бороться. Реформа выгодна тем олигархам, которые получают деньги из бюджета самыми разными путями. Реформа выгодна тем, кого называют силовиками, то есть, собственно, государству, которые выходят на пенсию ФСБшники в 35 лет. На какие деньги они получают эти пенсии? На те деньги, которые у нас крадены у обычных рабочих, которые должны работать до старости. Им это и выгодно. Путин молчит, потому что он не хочет брать на себя ответственность за непопулярные реформы. Более того, он может пойти на какие-то уступки небольшие, скостить по 2 или 3 года женщинам. И тогда он окажется в качестве спасителя отечества, так сказать, спасителя простых людей. Но на самом деле все это ложь. Конечно, эта реформа не только согласована с Путиным, но в значительной степени инициирована Путиным. Ведь у нас президент в стране решает все. Для того, чтобы не допустить реформу, нужно движение масс людей. Масса – это не сотни, не тысячи. Это десятки, сотни тысяч, а может быть и миллионы людей. Возможно ли такое? Да. Ведь реформа бьет по каждому из нас. Но для того, чтобы такое движение возникло, необходимо создавать комитеты на местах, комитеты в районах, комитеты на крупных предприятиях. И тогда движение не будет ограничиваться центральными улицами городов. Оно будет шириться и неизбежно вынудит власть пойти на серьезные уступки, а возможно и вообще отменить реформы. Главное – это создание комитетов. Субтитры создавал DimaTorzok